Проект «Детство без опасности» стартовал в прошлом году. Тогда молодых мам обучали в 30 регионах. В этом году география проекта расширилась, а с 29 сентября его запустили и в Мордовии. В перинатальном центре молодым родителям расскажут о том, как правильно устанавливать детские кресла, перевозить малышей и переходить дорогу с коляской. Самая уязвимая часть пассажиров в связи с тем, что система безопасности автомобиля не рассчитана на категорию маленьких детей. Поэтому мы рассказываем о том, как правильно перевозить малыша в автомобиле, начиная с первых дней его жизни. Сам проект реализуется на базе перинатальных центров, либо родильных домов. То есть это сделано для того, чтобы охватить все свои населения и максимально качественно донести всю информацию для молодых мамочек, либо беременных женщин о безопасности их малышей в автомобиле. Занятия будут проводить медицинские сотрудники, прошедшие обучение у тренера экспертного центра движения без опасности. Они расскажут и покажут все правила на специальном демонстрационном оборудовании. Этот проект нацелен для того, чтобы довести информацию о том, какие необходимо применять кресла, как их правильно крепить в автомобиле, как правильно располагать малыша в этом автокресле, ну и как вообще происходит перевозка по правилам дорожного движения. Эти тренинги будут проводиться не менее чем 2-3 раза в неделю до конца 2021 года. Детство без опасности реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федерального проекта «Безопасность дорожного движения». В 2020-м он охватит 35 регионов, и еще столько же будут задействованы в 2021 году. Всего за три года проект «Детство без опасности» пройдет в 100 городах России. Планируется, что эта программа поможет снизить количество несчастных случаев с пассажирами-детьми. Ольга Данилова, Юлия Емельянова, Станислав Семин. Народные новости.